Завуалировал рекламу или напрямую пытался навязать услуги или товары в соцсетях, получая штраф. С начала сентября в стране ввели ответственность за размещение диджитал-реклама без специальной маркировки. Но пользователи соцсетей продолжают разбираться в тонкостях законопроекта. То, что всколохнуло весь рынок и всех тех, кто занимается распространением услуг, блогерством, рекламой в информационной среде, в интернете, в первую очередь. Поэтому называется диджитал-реклама. Речь идет о том, что теперь любые информационные рекламные посты, сообщения, в том числе завуалированная реклама от блогеров, они должны маркироваться как реклама. То есть ты должен сообщить, что это реклама. Государство захотело поднимать, какой объем рекламы идет, какие денежные потоки идут через рекламу в целом у всех его операторов. Конечно, это актуально больше для крупных игроков, которые занимаются рекламой в целом и диджитал-рекламой. Видите, оно так подспутно стало касаться и обычных физических лиц. Сам закон приняли еще в сентябре прошлого года, а с 1 сентября этого за нарушение предусмотрена административная ответственность. Это касается как компаний, так и частных лиц. Теперь любая реклама, любые информационные рекламные материалы в сети интернет, социальные сети, блоги, сайты, в нем данные материалы должны маркироваться с помощью специального кода, так называемый токен, идентификационный код. Он получается от операторов рекламных данных, список которых сейчас можно видеть на сайте Роскомнадзора. Там есть определенный список тех операторов, которые вступили в этот рынок. Ты обращаешься к ним, получаешь этот токен, этот уникальный номер, и на него должна быть ссылка в рекламном сообщении. Этот номер учитывается уже в конечном итоге у государства, у Роскомнадзора, чтобы он понимал в конечном итоге объемы рекламы. Вопросы контроля за соблюдением требований к рекламе в интернете разделены между ФАС России и Роскомнадзором. РКН следит за передачей информации о рекламе в реестр через операторов рекламных данных и наличием идентификатора токена. К полномочиям антимонопольной службы в этой сфере относятся определения, является ли информация рекламой, контроль за наличием пометки реклама и контроль за указанием сведений о рекламодателе. Для тех, кто забыл или не захотел указать маркировку, введены штрафы от 10 тысяч рублей для физических лиц до полумиллионных штрафов для юридических. Светлана Кудрявцева, Петр Паломеев, События.